Аварийные дома разваливаются, в квартирах неприятный запах, на улицах скользко. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Крик души, жители центральной части города задыхаются у себя в квартирах, неизвестные сделали неудачный ремонт. Невозможно здесь находиться. То есть какое-то время проходит, у тебя начинаются, я не знаю, приступы тошноты, рвоты, головокружения. Невозможно. Про ребенка я вообще молчу. Устранить причину токсичного запаха управляющая компания не может, а собственник помещения потерялся. Она у нас, по-моему, даже в стране не живет больше времени. Не мусорка, а водосборник. В барнаульской женской консультации мусорное ведро спасает от потопов. К креативу пациенты уже привыкли. А он у них и лету зиму висит. Он туда копает. Никому не мешает. Ни разу дождь не было. Висит и все. Не протекает жены людей. Может там что? И он, да. Жителям этого многоквартирного дома без противогаза не обойтись. Арендаторы этого помещения провели убойный ремонт. Это такое, что люди уже вторую неделю задыхаются у себя в квартирах. Здесь ужасный дом, я бы сказала. То есть вот в этой вот зоне отсюда у нас все начинает. Здесь у нас, в принципе, ну невозможно находиться. Такое проветривание поможет максимум на 10-15 минут, двое суток. Просто здесь при открытых окнах, при минус 20 жили. Комнаты опустили. К детским игрушкам давно никто не прикасался. Семья с 4-летним ребенком сбежала из собственной квартиры. Всему виной токсичный запах, который распространился по подъезду и квартирам. Мы сейчас, да, вынуждены к родственникам были напроситься, потому что невозможно здесь находиться. То есть какое-то время проходит, у тебя начинаются, там, я не знаю, приступы тошноты, рвоты, головокружение. Невозможно. Про ребенка я вообще молчу. Как выяснили жители, на первом этаже неудачно сделали ремонт. Покрасили помещение. И не позаботились о соседях. Даже не проветрили помещение. Мне с них ничего не нужно. Мне надо просто, чтобы они устранили эту вонь. А она еще неизвестно, когда сойдет. Отравилась от едкого запаха и другая семья. Пострадавшая Ирина Неверова попыталась разобраться в ситуации и выяснить, кто же автор неудачного ремонта. Нам открыли дверь. Нас просто снесло таким запахом нереальным. Там сразу же глаза выело. Мало того, что уже в носоглотке все слизистые. Такое ощущение как будто обожженное. Все вот это горит. Вот этот запах стоит у нас. Это еще из квартиры. Когда мы зашли к ним, у них вообще просто снесло нереально. Я говорю, что вы делали здесь? Вы понимаете, что у меня отравился ребенок? Муж, я, моя семья, говорю, соседи. Говорю, невозможно находиться. Ну, вчера пол покрасили. Говорю, вы понимаете, нитроэмаль. Быстро сохнущая краска. Самая вонючая. Самая токсичная. Вы не имели права вообще делать. Нам какую привезли, такую здесь. А между тем помещение, где провели ремонт, находится в аренде. Его собственница вообще в другом городе. И связаться с ней пока не могут, пояснили нам в управляющей компании. Вы просто дайте нам какие-то контакты. Они же просто должны выветрить. Понимаете, мы увеветриваем. Нас не помогает. Мы дома не живем сейчас. У них закрыты все окна и двери. Они никак не реагируют. А вы там у них-то были у самих? Они позвонили в управляющую компанию, но мы не предоставили ни одного контакта. Просто поспособствуйте, пожалуйста, нам, чтобы они открыли и все это выветривали. Я могу мастеров подправить, чтобы открыли. Но вопрос в том, что если вам нужны хозяева, давайте мы вам данные найдем. Нам и хозяева нужны, чтобы они там открывали все. Мы не можем вернуться домой. Мы съехали из квартиры. Скажите, кому я могу позвонить. К слову, УК так и не связалась с жильцами. А между тем, специалисты медицинского университета пояснили, что любая лакокрасочная продукция может вызвать отравление, так как имеют в своем составе опасные для здоровья токсичные вещества. В основном это растворители. Это может быть ацетон, допустим. Есть пигменты, которые тоже могут оказывать погубное действие на наш организм. И при окраске помещения стен, либо полу, так далее, то, конечно же, необходимо проветривать помещение, дабы удалить все летучие вещества. Пострадали не только жители верхних этажей, но и магазины на первом. Клиентопоток снизился в разы. У нас клиенты даже отказывались находиться в помещении. Сейчас уже запах немножко снизился, но он все равно есть. До этого было вообще невозможно. То есть у нас были открыты двери, ничего не помогало. Многие клиенты заходили, у них просто начиналась аллергическая реакция. Разворачивались и уходили. Одежда в любом случае вся пропиталась, потому что даже были жалобы клиентов, которые брали одежду, приносили домой. То есть с пакета достаешь, это все пахнет краской. Пострадавшие от неудачного ремонта жильцы уже обратились в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства сделали замеры воздуха, говорят люди. Но юрист советует на этом не останавливаться. Люди, которые пострадали, они вправе рассчитывать на возмещение ущерба, причиненного как их имуществу, так и их здоровью. Соответственно, с помощью управляющей компании, если управляющая компания откажется, то здесь можно объединить усилия с соседями, зафиксировать произошедшее, заактировать. Дополнительно вот к тем протоколам, которые можно будет потом получить от Роспотребнадзора, либо не получить, тоже такие документы с фиксацией, они очень пригодятся. А что касается вещей, которые пострадали в магазинах, стоит сделать досудебную товароведческую экспертизу, советуют эксперты. Она поможет установить, насколько одежда утратила свои потребительские качества. Владельцы магазинов готовы подавать в суд. Весь вопрос на кого? Собственница так и не найдена. Барнаульцы просят правоохранительные органы разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности. Барнаульцы уже настолько напуганы, что плановую помощь в городе ограничат, что жалуются на отсутствие капитального ремонта в медицинских учреждениях только в социальных сетях. Приличная встреча их внезапно все устраивает. Здесь вот так комфортно, а вот здесь вот некомфортно. Вот смотри, где здесь держаться, вот не за что. Вот дальше ты видишь, как вот здесь вот нежно держаться. Вот как вот тут идти, видишь? Плохо держаться еще меньше из бед. На прошлой неделе в социальных сетях прошел всплеск негодований. Барнаульцы пожаловались на плачевное состояние женской консультации на Шукшина 9А, а точнее на протечку крыши. Мусорка и по совместительству водосборник на этом месте стоит уже 5 лет, жалуются люди. Но, как оказалось, странная декорация смущает далеко не всех пациентов. Он у них и лету, и зиму висит. Он туда капает, никому не мешает. Ни разу дождь не была, висит и все. Не протекает же на людей. Может там ничего. Это ерунда. Ну как вот поднимали здесь по лестнице, хорошо все. Я даже не обратила внимания. В потолочных панелях дыра, и звездка осыпается, строительные блоки выпадывают, пол проседает. Но многие пациенты как будто бы не замечают коммунальных недочетов. Говорят, главное, прием идет и врачи есть. Да нет, нормально. Все пол не остраивает. Еще ни на кого ничего ни разу не упало. В Краевом Минздраве нам пояснили, что капитальный ремонт в женской консультации проведут в ближайшее время. Руководство больницы в свою очередь приносит пациентам извинения за доставленные неудобства. Ну а пока жителям, которым необходимо посещать консультацию, можно и развлечься. Поиграть в футбол с разваливающимся зданием. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи. Продолжение следует...